но вы видели мой вчерашний ролик кто-то мне там правильный комментарий написал что это я сделал ролик в лучших традициях песенки планетки ну да это я в него эту идею слямзил и вчера ну вчера бухал немножко как бы под этим делом какой-то камень и под этим делом тоже решил забацать такой ролик ну для буквально 40 минут его делал но там куча грехов я это знаю по крайней мере большие грехи по звуку то все они не настроил звук равномерно там 10 себя снимал там звук погромче получилось а где вставлял эти кусочки из фильма там значит звук слабее ну торопился не обратил внимание вот но и обрезку не совсем четко сделал там некоторых моментах тоже так это спешка спешка некогда был особо мне вдаваться в тонкости хотелось быстрее посмотреть на результат что получится ну в общем то я понял как перевести в черно-белый совместить эти диалоги более-менее мы просто на это время потратили больше можно гораздо качественнее сделать вот но попытка не пытка как-нибудь соберусь еще сделать что-то подобное уже сделаю более более тщательно и смотребельно там вдали метров сто за этими кустарниками находится озеро да около которой часто гуляю с той стороны правда а с этой стороны здесь вот единственное болото которое я вообще в швеции видел вот этот болото конкретно то есть вот так напрямую туда на дорогу выйти нельзя сейчас придется вот здесь вот эти и там по мостику перебраться на ту сторону вот есть конкретно болото если пойти сюда можно этому провалиться утонуть что пойдем по тропинке вот обошел я болото вот он здесь и и продвигаюсь к той стороне озера оттуда я пойду уже домой вот метров 500 до моего дома совсем немного вот уже что у нас октябрь месяц начинается до сейчас что на сентябрь октябрь до начинается скоро октябрь деревья это все зеленые зеленые мне кажется раньше уже это все желтенькое было в этом году почему-то вот такое лето зачем затяжное получается такое ощущение что еще там где-то сентябрь начало сентября так летние ощущения достаточно видите косули в дороге пасется у меня правда маленькая камера не приближает мне тут сколько до нее метров 30 прямо у дороги стоит яхты тоже не первый раз вижу ты на в этом месте они где-то живут вот-вот велосипедист проехала она испугалась вы видите сейчас становлюсь может быть подойдет ко мне я отошел его стала переходить тропинку мою не пошла в это пошла в сторону болота много раз ходил не обращал внимание думаю ну просто кто-то положил доску она как с не просто лежит вон ее там металлические ножки есть как скамейка получается такая упругая только высоковато за удовольствие здесь не понятно для кого может с той стороны садится наверно так хотя тут вот везде нормальный скамейки есть придумал кто-то вот везде скамейки фонари можно ночью гулять ну что люди делают бегают гуляют тут вандалы правда все эти лавки зарисовали тут уже их эти надписи уже издирают и смывают и все равно они по новой наносит все безобразие ладно пойду я можно пойти вот так через лес можно пройти через мое любимое кладбище красиво спокойно так чувствуется это умиротворение чисто ухоженно травка подстрижена все как у людей вот этот план сейчас я зашел здесь и пойду вот так вот так ну и пойду по этой дорожке идем туда на выход за вчера был у своего врача но у меня раз в полгода как бы необходимо встречаться с врачом и она как следить за моим состоянием за протеканием моих заболеваний в частности диабета вот но и короче я там это но пришел раньше пока ждал свое часа я это журнальчик там почитал для диабетчиков ну и там интересные статейки разные начинать писта один чувак он значит тоже заболел диабетом 2 как называется 2 не степеня 2 типа его диабет 2 типа но это с возрастом люди заболевают обычно диабет 1 типа это это хуже так когда с молодости значит врожденный это как можно сказать но и еще а короче отказался от всех лекарств и все просто на диету такую что но как бы там обычно это ограничиться сладкой само собой разумеется но главное что в этой диете нужно два раза в неделю голодать вообще ничего не есть два раза в неделю ну и короче он в течение 8 недель строго соблюдал диета вот это голодание и у него диабет прошел и вот он уже несколько лет как бы не ну да с питания следит конечно но у него сахар в крови все это в норме абсолютно и при этом он не принимал никаких таблеток вот интересно самое другое интересное там было это меня что заинтересовало насчет бухалова да оказалось там таблица такая есть и там в единицах я не знаю в чем это выражается там в миллиграммах сам мы не знаю короче единицах насколько сахара содержится в напитках нас ну да напитках и значит оказалось что больше всего вреднее всего повышает уровень сахара в крови это пиво оказывается и причем не крепкое пиво слабое пиво вот если допустим как у нас пиво 28 процента или три с половиной процента алкоголя продается в обычных продуктовых магазинах вот у там содержится в 28 содержится 15 единиц и крепкостью три с половиной процентов содержится 12 единиц вот этого на повышение сахара как-то ночью очень плохо это а в крепком пиве который я пью ну там больше пяти градусов до там содержится 10 единиц тоже плохо очень 15 12 10 по пиву до допустим в крови значит дальше идет белое сухое вино там где-то 5 кажется единиц кажется 5 а в красной вине всего одна единица единичка то есть вот я правильно красный вино но в общем-то спокойно можно пить она не повышает сахар в крови но самое интересное что крепкие спиртные напитки типа водка виски там коньяк у них вообще ноль у них ноль то есть они как бы даже снижают уровень сахара в крови фактически вот поэтому диабетиком я считаю ну как бы даже рекомендуется наверно пить крепкие спиртные напитки ну или вот красное вино сухое что я делаю как право да вот и мы с врачом переговорили эту тему она говорит ну так вот но говорит сколько ты бухаешь я говорю так и так ну надо вдвое сократить в твою норму потребления и как бы все нормально тебя будет вот красный вино да там это самое но коньяк и не пью этом ром виски ну шведскую водку бренд вин так называемый она настояна там или датскую она настояна на этих норвежской тоже на травах там обязательно тмин должен присутствовать мин сами понимаете полезная штука то есть водка на тмине это вообще офигенно вот пьется мягкая вчера как раз и это употреблял такую водочку вот и на утро встал вообще отличное состояние все но правда сегодня это спортом заниматься не буду потому что как бы день на разгрузку организму уже давай чтобы алкоголь вышел нельзя нагрузку после употребления спиртного тем больше таких количества как я употребляю первый день я вот просто гуляю спокойно дышу свежим воздухом и восстанавливаю свой организм хотя и отлично чувствую сейчас это с утречка уже съел супчик такой типа рассольника и сейчас приду еще наверно тарелку ну и запью минералочкой то что завтра уже можно будет заниматься спортом полноценно вот рядом с нашим кладби чинским крематориям растет такой 22 каштана красивых ящик соберу эти каштаны мой сколько тут нападал пришел с кладбища принес целебные каштаны которые растут около крематория вот они вдвойне подзаряжаются энергией от крематория значит сейчас изготавливаю изготавливаю браслет на руку и ожерелье на шее народной медицины говорит что каштаны очень полезны но вы можете там где-то прочитать что они очень полезны и так сказать не то что в пищу а даже это вот эти дикие конские каштаны которые как бы же нежелательно есть они обладают целебными капчастами вот что процесс идет когда я это изготовлю продемонстрирую вот возможно я ощущу через два-три часа целебные свойства этих ожерелье ну вот ожерелье готова для руки такие тип типа четки прибирать но народной поверью говорит что тут много всякой полезной энергетики в этих самых в каштанах это именно конский каштан который не едят и вот он применяется в лечебных целях в разных видах и отвары там и все что угодно это сами прочитаете ну и в частности вот вот это говорят тоже очень полезно так вот